Но ведь многие из нас хоть раз в жизни приклеивали картинки из журналов на белый ватман. У меня тоже в юности была такая доска визуализации. Я скажу честно, у меня вообще ничего тогда не сбылось. А вот моя подруга-энергопрактика Ксения Веста говорит это, потому что я её неправильно делала. И сегодня Ксюша научит нас составлять карту желаний так, чтобы она обязательно сработала. Ксюша, здравствуй. Рада тебя видеть в гостях. Здравствуй. Привет, конечно. И, конечно, карта желаний работает. Ксения Веста. Энергокоуч, астролог, ученица знаменитого коуча и писателя Джона Кеха. Основатель бренда «Карта желаний Веста». Если ты подойдёшь к любому психологу, коучу и тренеру, знаешь, что он тебе скажет? Что? Он тебе скажет, Аня, скажи, пожалуйста, а какие у тебя мечты, а какие у тебя желания, а ты готова к новым свершениям? И что ты ему ответишь? Слушай, а ведь ты права. Я хочу сказать, что я готова. И вот здесь примерно такая же история. Да, да. Карта желания тебе в этом идеально поможет. Ты расставишь вектор своего развития и будешь понимать, куда ты идёшь дальше. А ещё у нас есть эзотерика. И она нам говорит, что все картинки, которые мы здесь разместим, они начнут притягиваться в нашу жизнь. Реально будут появляться люди, реально появятся события. И тебе нужно просто не бояться. Просто говорить «да» и идти на встречу, в приключения. Боже, это звучит как сказка. Хорошо. А что надо делать, чтобы это сработало? Что нужно делать? Ну, для начала нам нужно с тобой настроиться и поймать некий джен. Правильный настрой, как всегда, решает. Хорошо. Конечно. А где этот правильный настрой словить и как его словить? Я обычно советую принять ванну, мыслить позитивно, обязательно выгнать всех из дома, зажечь прекрасные благовония и свечи. Посмотри. Карта желаний создаётся на сетке Багуа. Что нам понадобится для того, чтобы начать? Для того, чтобы начать делать карту желаний, во-первых, тебе понадобится основа. В нашем случае это пробковая доска. Наши девочки могут взять большой лист А2. У меня в готовых наборах они уже разлинованы. Вы можете сделать это самостоятельно. Ну, или ватман, как вариант, тоже можно взять, но он немного большеват. Лучше всё-таки А2. Мы делим на 9 секторов наш лист, подписываем их, как здесь, для нашего удобства и раскрашиваем. Нам с тобой ещё понадобятся ножницы, понадобятся картинки обязательно. Есть некоторые условия для этих картинок. Да, вот у меня, кстати, тоже тут вопрос. Когда я готовилась к нашей с тобой встрече, ты мне сказала, чтобы я подготовила картинки, но это должны быть либо фотографии, либо картинки, которые я скачаю с интернета. А вот из журнала как раз-таки вырезать ты мне не советовала. А почему? Всё правильно. Это как раз одно из условий. Из журналов картинки мы не берём, потому что на обратной стороне журналов тоже есть картинки. И кто-то другой будет ездить на вашей тачке. Всё верно. И этого мы, конечно же, не хотим, поэтому мы берём картинки или готовые уже в готовом наборе, либо собираем сами из интернета и печатаем. И соблюдая ещё одно условие, они должны быть примерно одинакового размера, чтобы не было дисбаланса. И самое главное ещё нужна фотография. Ты приготовила свою фотографию? Конечно. Вот если ты мне дашь сейчас вот эту стопочку фотографий, я выберу ту, которая мне особенно нравится. Выбирай ту фотографию, которая тебе нравится больше всего, но при этом не самое главное красивое лицо. Вот это здрасте, да? Вот это у девочки не самое главное красивое лицо. Где ты таких девочек видела? Самое главное твои ощущения от этой фотографии. Ты должна помнить, в каком она состоянии была сделана. И если она тебе нравится, то эта фотография нам вполне подойдёт. Да, эта фотография действительно подходит. Я прекрасно помню это время нашего большого семейного отдыха. Я тогда была очень счастлива. Что я с ней делаю? Ты крепишь фотографию в самый центральный сектор. Это сектор здоровья. Дальше у нас с тобой есть возможность начать с разных секторов. Тут ты можешь выбирать. Ты можешь начать делать карту желания сектора здоровья или сектора богатства. Что тебе больше откликается вот именно сейчас? В первую очередь мне интересно понять, а почему именно с этих секторов? А если я, например, хочу начать с любви? Карта создаётся справа налево, и мы должны пойти по порядку. То есть по часовой стрелочке буквально. Да, это очень важно, это очень строго. Остальное всё, соответственно, на выбор. Хорошо, ну тогда начинаю с богатства. И в сектор богатства будут, конечно же, входить деньги, сокровища различные, наши любимые украшения. Драгоценные, стекольнички, серёжки, это вот всё туда. Да, бриллианты, золото и всё, что вам нравится, это всё туда. Сюда же мы отнесём и наши автомобили, и какая-то недвижимость, возможно, если ты мечтаешь о доме, о квартире, это всё сюда. Это тоже туда. Ксюш, скажи, пожалуйста, а можно выбрать только одну фотографию или несколько? Смотри, у нас с тобой 9 секторов. В каждый сектор ты размещаешь равное количество картинок. Если ты хочешь усилить действие карты желаний, ты можешь написать свои желания на обратной стороне карты. Усиливай. Будь внимательна, есть определённые правила написания. Мы оставляем настоящее время, у меня уже есть, оно уже как будто бы сбылось. И пиши из этой формы. Убирай все «не», любые отрицания нам не подходят. И смотри, чтобы не было негатива. Например, ты можешь написать «я хочу закрыть кредит», а ты это пишешь из минуса по факту. Пиши, у меня есть в собственности дом. Хорошее уточнение, важное. Следующий сектор, к которому мы идём, это слава. Вот в него что входит? В славу мы будем писать с тобой репутацию, удачу, в социальной сети может быть какой-то успех в них. В славу ты можешь засунуть награды, какое-то признание. Сюда я прикреплю вот такую картинку, она максимально мне внутренне откликается. Отлично, да выбери ещё хотя бы одну, чтобы немножечко сбалансировать нашу карту. И девочки, старайтесь не оставлять пустых мест, это супер важно. Именно потому, что мы создаём сетку Бугуа. Она подразумевает, что в каждом секторе у нас есть желание. Следующий сектор, я вижу, это любовь и брак. У меня отсюда тоже вопрос. А если у меня уже есть любовь, я уже замужем, у меня всё устраивает, я что делаю с этой секцией? Это очень классно, что у тебя всё прекрасно. У нас любовь и брак подразумевают ещё и свидание с мужем, а это страсть, это, может быть, какие-то романтические поступки. Для девочек, у которых ещё нет мужчины, которые в поисках активных, я очень рекомендую сюда не клеить мужчин. Мы не клеим лица мужчин. Клейте силуэты, образы сзади. Можно описывать, как выглядит этот мужчина, но от руки уже, какими критериями он обладает. Но мужчину конкретного не клеим. Порожбой мы не занимаемся. Не занимаемся. Понятно, следующее, дети и творчество. А почему они в одной категории стоят? Это то, что ты создаёшь в этот мир. Мы творим, мы рисуем, да, например. Создаём музыку. И дети, ну, по сути, ты их тоже создала. Тоже наше творение. Они тоже пришли сюда через тебя. В этом секторе ты можешь повесить фото счастливых детей, и этого будет вполне достаточно. Остальное выбирай для себя. Да, какое творчество ты хочешь развивать именно в этом году. Его собственный клей. Так, кроме моих красивых, счастливых, любимых детей, я очень люблю рисовать. Я хочу продолжать это делать, развивать, и помимо этого хочу свою мастерскую. Это тоже всё сюда, правильно? Это всё сюда наклеивай. Девочки, которые мечтают о детях, они также в этом секторе клеют детишек, УЗИ, например. Может быть, какие-то там полосочки, да, что они две полосочки увидели на своём тесте и так далее. Переходим к сектору путешествия помощники. Что это значит? Путешествия, я думаю, здесь так всё понятно. Помощники – это те люди, которые, во-первых, помогают тебе в быту. Например, это может быть личный водитель или клининг службы и так далее. И также помощники – это то, во что мы верим, да. Если у кого-то есть вера во что-то большее, чем мы есть, это тоже клеяте суда. Ангелы-хранители, какие-то внутренние защитники и так далее – это всё клеим суда. Следующий сектор – карьера. Так, с этим сектором тоже разобрались. Дальше сектор – знания. Это о чём? Знания – это всё, чему ты хочешь обучиться. Это любое образование. Это может быть какая-то жизненная мудрость, которую ты хочешь получить. Перейдём к следующему сектору. Сектор – семья. Сюда ты будешь клеить и ремонт, и уют, и в том числе и свою семью. У нас финишная прямая, мы с тобой ещё один сектор не заполнили. Вот этот самый здоровый. Это самый главный сектор, он про тебя. Всё про тебя, выбирай здоровье. Сюда же красота, физическая форма, внутренняя красота. Среди всех картинок обязательно должна быть картинка желания-активатор. Мы с тобой её наклеим в сектор здоровья. Что такое желание-активатор? Это то желание, которое в идеале очень застарелое. Ты его уже очень давно хочешь, но оно очень легко исполнимо. Есть у тебя такие желания? У меня такое желание, скажу я тебе. Вот я его как раз-таки где-то здесь должна буду написать. Да, да. Желательно, чтобы ты могла его исполнить прямо в ближайшие две недели. Только закончишь карту желаний, ты его уже исполняешь. Я правильно тебя понимаю, что сейчас вот этой последней фотографии, которую я прикрепляю на свою правильную карту желаний, я её будто бы активирую? Да, есть ещё способ активации. Сейчас я тебе расскажу. Ты пока наклеивай, а я тебе расскажу. Как ещё можно активировать карту желаний? Можно сделать, во-первых, медитацию активации, но если такой возможности нет, можно просто на обратной стороне карты желаний написать фразу-активатор. Суть этой фразы достаточно простая. Я благодарю этот мир за каждое исполненное желание во благо всем и мне. Ксюш, спасибо тебе большое. Фантастическую работу мы сегодня проделали. Теперь главный вопрос. Когда ждать исполнения? Ну вот в течение года ты наблюдаешь. Обычно у девочек 80% и более сбывается, если карта желаний сделана правильно. Действительно, в течение года сбывается практически большая часть желаний. Класс. Буду надеяться, что мои тоже сбудутся. Ксюш, огромное тебе спасибо. Девчонки, теперь вы знаете, как правильно составлять карту желаний. Дерзайте, и пусть у вас обязательно всё исполнится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова